Добрый день, в клубе И-20 Александр Колотов из Израиля. Александр, вам слово. Сегодня я попытаюсь рассказать про человека по имени Вариан Фрай. Я думаю, что, если не все, то абсолютное большинство воспользовалось Советом Эвелина и прочитало хотя бы Википедию о нем. Поэтому самое вводное я расскажу. Я не расскажу, я скажу очень быстро. Американский журналист, волею судеб, оказавшийся во Франции летом сорокового года, волею судеб, свои судьбы он определял всегда и только сам, всегда, когда бы это ни было в его жизни. Занимавшийся там спасением тех, кому не было спасения от немцев, от гестапо. Пробыл там год с небольшим. Видимо, вызволил больше тысячи человек. Сколько дальше, скромная оценка говорит 1100, а менее скромные поднимают выше. Был выгнан, выслан из Франции, вернулся в США, написал книгу. Написал книгу под названием «Сажен Бион Биман. Выдать по требованию». Написал он ее в 42-м году, потом выдерживал. Вышла она в 45-м. В 45-м еще до конца войны. И поэтому книжка интересна, помимо всего остального, она еще интересна тем, что в ней не все имена названы. Вот этот человек. Вроде лицо ничего особенного. И все говорили, что у него очень обыденный вид. Интеллигентный человек, дружелюбный. Годы жизни с 1907 по 1967. На самом деле он до своих 60-ти не дожил несколько месяцев. И вторая строчка. С августа 40-го по сентябрь 41-го. Было бы эффектно назвать это годы смысла жизни, но это не годы, это год и месяц всего. Давайте посмотрим. Я всегда начинаю рассказ о нем с хронологии. Вот она перед вами. 1939 год. 1 сентября. Нападение Гитлера на Польшу. 3 сентября. Почему-то не 2-го. Это для меня загадка. Почему не на завтра? Англия и Франция, союзники Польши, заключившие с ней военный пакт оборонительный, объявляют Германию войну. И начинается то, что по-русски называется странная война. Интересно сравнить языки. Странная война – это по-русски, по-английски это фон и во, это жульническая война. Французы верны себе. Ла тролль де гэр. Это войнушка-развлекушка. И немцы тоже верны себе. Зицкриг. Сидячая война. Сидеть можно, конечно, в трактире, но можно и в окопе. Абсолютно ничего не происходит на фронтах. Почти ничего, за исключением последних там двух-трех недель. До 10 мая 40-го года. 9 мая вечером передает немецкий генштаб условный пароль о начале операции, о начале наступления. И 10-го начинается блицкрик в полном смысле слова. Рушится Голландия, рушится Бельгия, рушится Люксембург. Начинает рушиться Франция. Резко, быстро. Вот 10 мая только начато наступление, а уже 24-го, вы видите это, британский экспедиционный корпус, находившийся на континенте, окружен в Дюнкерке. Происходит чудо Дюнкерка, я говорить не буду об этом, это не относится к теме. В течение трех дней происходит счастливое чудо. Практически весь, но не весь, британский экспедиционный корпус эвакуирован. А война продолжается. Повторяю, 10 мая, начало активной стадии войны. 14 июня немцы входят в Париж. И 22 июня 40-го года заключается перемирие между Францией и Германией. Соглашение о перемирии включает очень много статей, там много чего оговаривается. Самым главным и для нас, да и для всего мира является статья 19. Вот она. Сейчас я ее открою у себя. Французское правительство обязано по предъявляемому Германии по именному требованию выдавать всех немцев, находящихся во Франции, а также во французских владениях, колониях, протекторатах и на подмандатных территориях. Французское правительство обязуется препятствовать выезду немецких военнопленных или гражданских заключенных из Франции во французские владения или за границу. Здесь сразу первый вопрос и первая же тема. Кто такие немцы, которых Франция обязана выдавать Германии? Сразу отвечаю, это не немцы. Это все, кто так или иначе был или жил на территориях, захваченных рейхом к моменту заключения перемирия. Это все беженцы, которые жили или побывали на территории Чехословакии, Польши, Германии, Австрии. Это чехи, это словаки, это французы, которые уходят с севера, с захваченной зоны Франции. Разумеется, это евреи, 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 евреи. И тогда происходит следующее дальше. Определив, кто такие немцы, всем все-таки хочется спастись. Как спастись? Покинуть Францию. Покинуть Францию, но это же будет противоречить обязательству французского правительства. Значит, нужно контролировать выезд. Контролировать выезд. Это значит выдавать желающим выехать, на чей выезд, согласно французское правительство, Виши, выездную визу. Это раз. Второе, это то, что надо куда-то добраться. Добраться можно. Вот эта карта оккупированной Франции. Розовая это оккупированная территория. Все южнее. Это так называемая свободная зона. И куда выезд? Либо во внутреннее море, фактически откуда выхода нет, либо Атлантический океан, все побережье занято немцами, либо Испания. И единственный свободный порт Европы это Лиссавон. Значит, предположим, получив выездную визу, или каким бы то ни было образом выбравшись из Франции, нужно пройти через Испанию, пройти через Португалию до Лиссавона, из Лиссавона куда-то убраться. Когда я начну читать, там будет больше об этом. Но важно то, что только тот, у которого было свидетельство, что он готов въехать, его пускают в США, не в США, куда угодно, кроме Португалии, в Португалии не разрешалось оставаться, только им португальцы давали транзитную визу через свою территорию, и только тем, кому португальцы давали, давала Испания. Вот это важно. Теперь, кто такой Вариан Фрай? Вариан Фрай это выпускник Гарварда, журналист, политический журналист, написал несколько блестящих внешнеполитических отчетов, которые изданы отдельными брошюрами, работал с еженедельником Нью-Репаблик, много лет работал с ним, и сейчас я уже продолжаю дальше, произошло событие, явно формирующая личность. В Берлин в 35-м году его отправляют от Нью-Репаблик в командировку, и там он становится свидетелем еврейского погрома. Вы видите здесь два начальных отрывка, я прочитаю больше. Во-первых, вот это он, смотрите, тогда как раз в Берлине, вот ему 28 лет, ну не мальчишка, но очень молодой человек, и с такой улыбкой. Итак, рассказывает Мэри Джейн Голд, женщина фантастическая, очень богатая, которая финансировала колоссальную часть его фрая-операций по спасению беженцев. В тот год в Марселе Вариан рассказал мне, как летом 35-го он оказался свидетелем одного из первых еврейских погромов. В кафе на его глазах два штурмовика подошли к столику, за которым сидел человек с еврейской внешностью. Когда он протянул к кружке пивом дрожащую руку, один из них молниеносным ударом ножа пригвоздил его руку к деревянной столешнице. Несчастный вскрикнул и скорчился от боли не в силах пошевелиться. Бандит проорал что-то про еврейскую кровь на лезвие германских ножей, выдернул из доски нож и пошел спотыкаясь прочь. Вариан слышал его слова, обращенные к второму штурмовику. Вот это праздник. Этот эпизод попал в предисловие, которое Фрай написал в книжке своей «Я не понаслышке знал, что означала победа Гитлера. В 1935 году я, побывав в Германии, вдохнул гнетущую атмосферу гитлеровского режима. В Берлине на Курфюрстендам я в первый раз увидал еврейский погром. Я видел собственными глазами, как банды нацистских молодчиков громят еврейские кафе, с ужасом смотрел, как выволакивают на улицу хозяев и гонят рыдающих, доведенными для истерики женщин, сбивают с ног стариков и бьют их сапогами в лицо. Если теперь, когда они захватили Францию, у меня был хоть малейший шанс спасти кого-нибудь из их жертв, я не мог оставаться в стороне». И вот еще один слайд с хронологией. 22 июня 40-го года подписано перемирие. Мир уже получает известия по радио и по телеграфу. Все это становится, включая 19-ю статью, известно всему миру, известно разных наций и основывают комитет немедленного спасения Emergency Rescue Committee ERC. Цель собрания собрать денег и собрали по тем временам в общем даже не очень мало 3,5 тысячи долларов. Составить списки тех, кто представляет собой культурную элиту Европы. Ну, легко начать с Шагала, Фихтвангера, а там было кого еще назвать. И кому-то надо поехать во Францию и вызволить их. Вот все полномочия, пожалуйста. Итак, 25-е основан комитет немедленного спасения. 26-е вроде бы говорят, что прошло в колебаниях Вариана Фрая, потому что ехать-то никто не вызывался. 27-го через два дня Фрай пишет первой леди США Элеоноре Рузвельт. Вы видите ключевую фразу. Я вызвался ехать сам, и я не отступлю от своего слова, если не найдется никого более подходящего. Я прочитаю письмо, потом проанализирую его. Письмо совершенно потрясающее. Дорогая миссис Рузвельт, после вашего ухода во вторник мы беседовали с мистером Пикетом еще в течение получаса. Мы убеждали его, что хотя мы ему искренне благодарны за готовность к сотрудничеству, но вряд ли его сотрудники сумеют добиться многого. Ввиду того, что французское правительство выражает полную готовность по первому требованию выдавать правительству Германии всех, кто оказался на территории Франции. Обратите внимание, всех, кто оказался на территории Франции. Он не настолько наивен, чтобы писать здесь всех немцев. Сегодня не обойтись без нового алого первоцвета, готового отправиться во Францию и, может быть, раз за разом рискуя жизнью разыскивать тех, за кем охотятся гитлеровские палачи. И либо обеспечим им надежное укрытие, либо, если удастся, вывезти их с Францией, пока французское правительство не дотянулось до них. «Алый первоцвет» необычайно популярный, особенно в англоязычном мире, роман некой венгерской писательницы Баронессы Ортци. «Алый первоцвет» это псевдоним или подпольная кличка главного героя, англичанина, благородного, который мотается по революционной Франции в начале террора, в начале 90-х 1790-х годов, спасает аристократов от бильотины. Достоинства литературные невелики, но популярность огромная. Когда кто-то употребляет слово «алый первоцвет», все понимают, о чем идет речь. «На сей момент я не уверен, что вы или господин президент сможете нам помочь в поиске подходящей кандидатуры. Я вызвался ехать сам, и я не отступлю от своего слова, если не найдется никого более подходящего. Однако против моего назначения есть весомые доводы. Я не говорю достаточно свободно ни по-французски, ни по-немецки. Статьи за моей подписью вызвали гнев немецкого правительства, и у меня нет никакого опыта в работе, связанной с детективными приключениями. Наверное, лучший выбор был бы отчаянно смелый авантурист, владеющий французским и немецким как родным, умеющий разыграть из себя американского простофилю и при этом правильно оценить политические последствия своих действий, готовый без колебаний рисковать жизнью ради того, чтобы достичь максимальных результатов. Если бы вы или господин Рузвельт нашли такого, исчезло бы последнее препятствие на пути к оказанию реальной помощи немецким антифашистам, оказавшимся в ловушке. Мы знаем их имена, у нас есть деньги, чтобы помочь им, и если денег не хватит, мы соберем еще. Но дело еще и в том, что если кто-нибудь приедет во Францию, открыто заявляя, что приехал для того, о чем говорим мы с вами, он ничего не добьется. Его или арестуют, или вышут оттуда в 24 часа. В этих условиях правильно было бы внимание основать другой комитет с объявленной целью, например, разыскивать пропавших американцев. Я решил написать вам в этом уже сейчас. И еще одно. Нельзя ли заручиться в помощь государственному департаменту внимание поддержкой латиноамериканских стран? Нельзя только передавать им списки имен, которые мы передали в Госдеп. Страшно даже представить себе, что эти списки попадут в руки немецких или французских властей. Но обращенный к ним призыв предоставить убежище политическим беженцам, на мой взгляд, должен сработать в положительном направлении. О чем говорит это письмо? О том, что он через два дня после основания комитета, а он был одним из его сооснователей, является уже с полностью готовой программой действий. Первое. Алый первоцвет. Это значит никаких оглядок на законность. Честное слово, алый первоцвет, который там во Франции работал, он не спрашивал ничего у революционного конвента. Саша, простите, а как алый первоцвет будет по-английски? Scarlet pimpernel. Thank you. Это цветочек такой. Pimpernel – это довольно красивый цветок, алый он бывает довольно редко. Итак, алый первоцвет плевать на законность, если она мешает. Второе. Прикрывающая официальная организация, легальная для спокойной работы. Когда я начну читать, довольно быстро придем к этому моменту. Он это делает сразу. Он понимает, что к чему. И третье. Ясное понимание, что на помощь властей США расчет нулевой. Европа кончилась, Азия – это непонятно, что такое, где она эта Азия, и что это за культура другая, что остается Лазинская Америка. И это таки сработало. В основном сработала ориентация на Мексику и Кубу, ну и Бразилия принимала. И это единственное, на что положительно отреагировал президент. 27 июня Вариант пишет Элеоноре, 3 июля Рузвельт посылает Элеоноре записку, ответ на явно это переданное ему письмо. Его предложение может основываться на высочайших моральных принципах, но ни при каких условиях правительство Соединенных Штатов не может ни поддержать, ни официально одобрить его. ФДР. И 15 августа 40-го года за две недели Вариант Фрайды добирается до Марселя. Еще раз, вот можно посмотреть здесь, на этой карте, куда он собственно приезжает. Этот цвет не надо сейчас принимать во внимание, это потом, в 42-м году, этот кусок будет оккупировать Италию. Так, я останавливаю Шер и начинаю читать. Теперь, книжка большая, я зачту, разумеется, крохотные обрезанные куски из нее и только скажу одно, да, тоже буду прерывать себя для комментариев, скажу еще одно, там идет лавина имен тех, кого Фрай спасал и спас, тех, кого он спас и не спас, тех, которые ему мешали, тех, которые ему помогали. Я проделал дополнительную работу, в моих примечаниях к тексту книги есть абсолютно все имена, для меня остались невыясненными, кто это такой, четыре человека там, из, по-моему, там, двухсот двадцати, мне было самому интересно. Итак, из первой главы. Конспиративный отель «Сплендит». Это вот он сейчас приезжает в Марсель. Такси у вокзала не было, зато толпилось много носильщиков. Один взял мои чемоданы. «Куда?» спросил он. «Сплендит», ответил я. «Вас там не поселят, лучше попробуйте Свис. Единственный отель в городе, где есть свободные номера. Все занято беженцами. Я все-таки попытаюсь». Мы перешли улицу и по широким ступеням парадной лестницы спустились на Афинский бульвар. Отель «Сплендит» располагался в первом большом здании по правую руку. Свободных мест не было, но я попросил записать мое имя и, если освободиться, какой-нибудь номер оставить за мной. После обеда я пошел в американское консульство. У женщины за контором на втором этаже были выбеленные волосы, темно-синие ресницы и неестественный блеск в глазах. Когда я сказал, что мне нужен консул по вопросу о визах, она протянула мне листок бумаги с адресом и посоветовала сесть на трамвай в сторону Монредона. Монредон, ну, сейчас внутригородской район, тогда был пригород. Трамвай был переполнен. Я показал записку кондуктору. «Все там выходят», сказал кондуктор, «не ошибетесь». К визовому отделу вела длинная аллея, обсаженная платанами. Беженцы шли торопливо, поднимая на ходу облако удушливой пыли. В конце аллеи у кирпичного дома собралась толпа. Это что-то у меня эхо пошло. Что-то произошло. Все нормально? Я тоже слышу эхо. Кто-то включил второй зум у себя. Виктория Протас. Да. Виктория, пожалуйста, выключите. Угу. Так. Я вошел внутрь и остановился у открытой двери в центральный зал. Ко мне подошел... Что я должна выключиться? Микрофон, Вика, выключите. Микрофон. Ну, будем надеяться. Микрофон у меня выключен. Что еще? Я вошел внутрь и остановился у открытой двери в центральный зал. Ко мне подошел хмурый молодой человек с бульдожной челюстью. «Вы что, продалкиваетесь впереди всех?» ряфнул он по-французски. «Идите на свое место и ждите очереди». Когда я объяснил, что я американский гражданин и пришел выяснить провизы, предоставленные в распоряжение моему комитету, его манера как по волшебству изменилась. «Прошу прощения, сэр, теперь он говорил по-английски, причем чрезвычайно вежливо. Я же не знал, что вы американец. Входите, я передам консулу вашу карточку». Он предложил мне сесть у широкого письменного стола. Я сел, из холода носился гул сотни голосов, через минут десять к моему столу подбежал молодинский вице-консул. «Как вы сюда попали?» Он сорвался на крик. «Идите в приемную, ваше место в приемной». Я вышел в приемную, просидел два часа и вернулся в Марсель. В тот же вечер. В тот же вечер я ужинал с Францем Верфелем и его женой. Франц Верфель – это австрийский писатель, еврей по происхождению, очень значимый, очень популярный в двадцатые и тридцатые годы в германоязычном литературном мире. Когда настали тридцатые годы, для него сперва Германия оказалась отрезана. После аншлюса ему удалось бежать во Францию, и вот его достали во Франции. Достали, что он с севера на юг, в свободную зону он ушел. Они жили под фамилией одного из прежних мужей госпожи Верфель, композитора Густава Малера. Это была Альма Малер. Верфель выглядел точно как на фотографиях – грузный, приземистый, бледный. Точь в точь полупустой мешок муки. Фрау Верфель принесла коробку шоколадных конфет и бутылку Бенедиктина. Разлила ликер по бокалам. Въездные визы в Америку у них были, они получили. Но что дальше? Подали прошение о выездных визах из Франции, ответом было молчание. Верфель надеялся, что сможет раздобыть визы. Фрау Верфель склонялась попытать счастье без виз, как делали остальные. Теперь они ждали от меня совета и помощи. «Вы должны нас спасти, мистер Фрай», сказал Верфель по-английски с сильным австрийским акцентом. «О, я! Вы должны нас спасти», отозвалась Фрау Верфель как эхо и тут же сияющей улыбкой «Еще Бенедиктин, я?» и налила полбокала прежде, чем я успел отказаться. Они слышали рассказы про беженцев, которые благополучно пересекали границу. Но что с ними происходило в Испании? Они боялись, что большую часть из них хватали и выдавали гестапо. Все было так запутано, что же им делать? Я честно признался, что не знаю. Реальность же состояла в том, что я понятия не имел, с какой стороны поступиться к моей задаче. Меня прислали в Марсель с заданием найти и спасти такого-то, таких-то, таких-то. Как? Где их найти? Что делать, когда найду их? Первый, с кем следовало посоветоваться, был Франк Бонн. Это ветеран американского рабочего движения, активный член АФЛ, Американской Федерации Труда. Несмотря на фамилию Бонн, немец, а не еврей, его АФТ, АФЛ послала в Марсель на две с половиной недели раньше, чем Фрая, с той же задачей помогать выбраться, но четко указала, что их интересуют профсоюзные деятели Европы. На следующее утро я встретился с ним в маленьком номере на третьем этаже отеля «Сплендит». Он крепко сжал мою руку, рывком втянул меня через порог и, не отпуская руки, заговорил тоном церковного проповедника «О, как хорошо, что вы уже здесь! Вы не представляете, как нам нужна помощь!» В комнате было несколько беженцев из Германии. Бонн представил меня им по-немецки. «Геноссин Бирман, товарищ фрай, геноссе фрай, геноссе гейне, товарищ фрай». Я вздрогнув, вздрогнул, услышав, что меня назвали товарищем вишистской Франции. Обменялся со всеми рукопожатием и шепотом обратился к Бонну. «Здесь можно нормально разговаривать? Вы, может быть, проясните мне, что за ситуация, как себя вести?» «Да, разумеется», ответил Бонн. В общем-то, все просто. Французы не дают беженцам выездных виз. Им сложно даже добраться до Марселя, чтобы получить готовые американские визы на руки. Но полиция не обращает на них внимания, да и гестапо ими пока мест не занимается. Они как бы получили отсрочку. У кого есть заморская виза, вот это то, что я сказал уже, вот здесь уже прямо, у кого есть заморская виза, получает транзитную через Испанию и Португалию и остается перейти границу пешком. «И никого не хватает?» спросил я. «Пока на сегодняшний день нет», ответил Гейнер. «Многие покраничники жалеют тех, у кого нет виз и позволяют переехать границу на поезде. Нарвешься на хорошего полицейского, проедешь, нарвешься на плохого, иди пешком». «Но если все так просто, почему не все до сих пор уехали?» «Просто да не просто, дружище», ответил Бонн. Во-первых, многие ждут заокеанских виз. Многие сидят в концлагерях. Концлагеря начали всерьез утверждаться во Франции поздней весной 1939 года с поражением республиканцев в Испании, когда через каталонскую границу во Францию хлынули те республиканские беженцы, их было полмиллиона. Вот это вот сразу определяет уже масштаб беженской проблемы. Когда началась Вторая мировая война, то в лагеря стали учреждать новые и новые лагеря, и в эти лагеря стали сажать подозрительных и враждебных иностранцев. Кто такой враждебный иностранец? Это иностранец, приехавший из враждебной страны. Например, евреи из Германии, например, чехи из Австрии, логика замечательная. Ну да. А что с поддельными паспортами, спросил я? Их трудно достать? Разговор у Фрая сразу идет. Поддельные паспорта? Достать легко, сказал Бонн. Но дело в том, что те, кому угрожает опасность, боятся, что их разоблачат. Возьмите, например, Рудольфа Брэйджилля, лидера социал-демократического крыла Рейхстага. Он убежден, что не успеет сделать в Испании несколько шагов, как его опознают. И то же с Хильфердингом, Модильяни, да мало кем еще. Так, кто такие Хильфердинг и Модильяни? Хильфердинг – бывший министр финансов Германии. Модильяни – бывший руководитель итальянской социалистической партии. Родной брат художников ставил кто-то. Знаете, который рисовал вытянутые женские физиономии? Они здесь, Марселе? – спросил я. Здесь, сказал Бонн, здесь и ждут случаев браться отсюда. Кто-нибудь представляет, как? Не вставая, Бонн подался вперед и приблизил ко мне лицо почти вплотную. «Морем!» – проговорил он громким театральным шепотом. «Пока не могу рассказать все, но многое должно проясниться в ближайшие дни. Я делаю все открыто, и полиция ни разу не придиралась. Когда нас спрашивают, что мы тут делаем, мы отвечаем, что помогаем получить визы и выдаем денежное пособие. А консульство? Американское консульство хоть как-то принимает участие? «О, еще как!» – сказал Бонн. «Не сомневайтесь, если что-то случится, они за нас горой встанут». «Да?» Вчера у меня сложилось иное мнение, и я рассказал про поездку в Монредон. Ай, и он, да. Наверное, Гарри Бингема на месте не было. Он вице-консул, отвечает за визы. Вообще, замечательный парень. А вот у самого консула нервы то и дело сдают. В любом случае, все может резко перемениться и перемены будут не к лучшему. «Ну, хорошо», сказал я. «Нам нужно договориться о совместной работе, например, поделить подопечных». «Согласен», ответил Бонн. «Давайте так, вы, скажем, займетесь писателями, художниками и молодежью, а профсоюзные деятели и социалисты постарше остаются на нас». «Отлично», сказал я. «Стало быть, вы занимаетесь Брейдшидом, Хильфердингом и Модельяне, а я Верфелем, Фихтвангером и Гейденом». Конрад Хайден, автор первой биографии Гитлера. Не очень комплиментарная, она была немедленно переведена на языки, издана в двух томах, и вот ничего хорошего не ждало в случае чего. «Кстати, кто-нибудь знает, где Фихтвангер?» Бон прочистил горло. «А вот об этом давайте с глазу на глаз. Мы вышли и прошли в ванную. Я обещал Гарри Бингему ни с кем не полслова, но против вас он бы не возражал. Фихтвангера вызволил из лагеря лично Гарри, Гарри Бингем. Обговорил все заранее с его женой, та передала мужу, и Гарри на автомобиле подъехал к месту. Дохода заключенным разрешалось выходить. Он захватил с собой женское платье, Фихтвангер переоделся, и Гарри отвез его в Марсель. «Ничего себе!» сказал я. «Ай да, Гарри! Где же сейчас Фихтвангер? Вы думали, как его отправить из Франции?» «Нет», сказал Бон, «это теперь ваша забота. Хотите, можете посадить его на мое судно». «Прошу», сказал я. «Я посажу на вашу посудину Верфеля и Фихтвангера». Пожалуй, я здесь уже все-таки должен сказать, что Гарри Бингем, это вице-консул по вопросам виз, он выдавал и выписывал и штамповал тысячи виз вопреки не то что политике, а прямым запретам Госдепа. Если я не ошибаюсь, он выписал около 8 тысяч виз или 10 тысяч виз расходятся, из них 2,5 тысячи досталось евреям. А потом он за это поплатился, но поскольку жизнью сам не рисковал, праведником народов мира признал не был. Поговорив с Боном, я изменил план действий. Вот его представление о том, что бы он должен был бы делать. «Вместо того, чтобы колесить на велосипеде по Южной Франции, выискивая беженцев, внесенных в мой список, я, по примеру, Бона, обустрою штаб-квартиру в отеле «Сплендин», и беженцы начнут сами приходить ко мне». Я в тот же день переехал и разрослал, письма всем беженцам, чьи адреса у меня были. Я написал, что приехал из Штатов, привез важное сообщение, жду их в Марселе. На следующий день стали приходить беженцы. Многие прошли через ад. У них не выдерживали нервы. Запасы мужества были исчерпаны полностью. Когда началась война, их бросали в концлагеря, потом отпускали, потом, когда в мае немцы перешли в наступление, опять арестовывали. В концлагерях они с ужасом наблюдали, как вермахт подкатывался все ближе. Нередко им удавалось ускользнуть буквально в последний момент. Многие верили, что немцы займут и свободную зону в определенный день и час. Как правило, на следующей неделе они знали не только точное время, но и сколько дивизий примут участие в операции. Но скверная операция складывалась в больших городах, таких как Марсель, где беженцев было много, состав их постоянно менялся, а полицейские власти часто проводили массовые аресты прямо на улицах. Если тебя схватили и у тебя документы в порядке, ну, проведешь в тюрьме несколько дней. Если же нет, отправишься из тюрьмы в лагерь. Первые пришедшие ко мне беженцы были немецкие социалисты. Они были молоды, сильны и отважны. Они нуждались только в деньгах. Один из них дал мне карту границы и показал, как они перейдут ее. На карте было намесено кладбище в Сербере и тропинка вдоль кладбищенской стены. Граница обозначалась крестиками, маршрут обхода пограничных постов стрелками. Я спрятал карту за зеркалом в одежном шкафу. В Испании, по их словам, первым делом следовало явиться в испанскую службу пограничной охраны и не идти дальше, не получив испанскую печать со словом «entrada» в паспорте. Иначе вас арестуют за незаконный въезд в страну. Испанцев, кажется, вовсе не интересовало, есть у вас французская выездная виза или нет. Их интересовала транзитная виза и, главным образом, деньги. Испанские консульства в Марселе, Тулузе и Перпиньяне ставили транзитные визы при предъявлении паспортов с транзитными португальскими визами. А португальские консульства выдавали визы всем, кто мог доказать, что не собирается оставаться в Португалии. Беженцы без американских виз обзаводились китайскими или сиамскими. Затем получали португальские и могли дожидаться американских виз в Лиссабоне, а не во Франции. Китайские визы были заполнены по-китайски за исключением слов «сто франков». Те, кто умел читать по-китайски, говорили, что в действительности на визе было написано «данное лицо ни при каких обстоятельствах не может въехать в Китай». Сиамские визы были вполне нормальными, хотя добраться из Португалии в Сиам было немыслимо, но португальские консулы давали транзитные визы владельцам сиамских виз так, как будто из Лиссабона пароходы регулярно ходили в Бангкок. Конечно, опасность подстерегала всюду. Иностранца без пропуска чаще всего отправляли в концлагерь. Выйти откуда, если вообще удавалось, то совершенно неизвестно когда. Тем временем гестапо, если человек был у них в розыске, могло там его взять без труда. Прятаться было лучше всего или у друзей, или в бордерях. Пытаться покинуть Францию без выездной визы было действительно опасно. И кое-кто из беженцев попросту отказывался от этого. предпочитая риск, связанный с бездействием, опасностям, связанным с попыткой уехать. Их била крупная дрожь при мысли о том, чтобы остаться, но мысль об отъезде вводила в панический ступор. Сегодня им вручали визы и паспорта, а через месяц они все еще сидели в кафе и ждали, когда же их наконец схватит полиция. Разумеется, грамотное большинство беженцев стремилось уехать. Они приходили ко мне и им давал деньги, советы и надежду. Я пожимал им руку и говорил до скорой встречи в Нью-Йорке. Сказанная решительным тоном короткая фраза часто восстанавливала в них веру в будущее. Если этот американец предполагает скоро встретиться в Нью-Йорке, так он, наверное, знает, о чем говорит. Сложнее обстояли дела с теми, у кого визы не было. Кто не боялся гестапо, мог ждать спокойно. Другим надо было браться из Франции без отлагательств. Тем, у кого был паспорт. Я помогал получать визы китайские и сиамские, а то и бельгийского Конго. Хуже всех приходилось апатридам, лицам, лишенным немецкого гражданства по указу гитлеровского правительства, то есть паспорта. Французские власти выдавали им зеленую складную картонку «Титр де вояж» разрешение перемещаться по Франции. Но Испания его не признавала за документ, и тот, кто предъявлял его на границе, отправлялся обратно. К счастью, получателю американской визы одновременно вручали бумажное удостоверение взамен паспорта «Afidavit in the year of passport». Если, однако, американская виза была еще не утверждена, то оставался только один способ – фальшивый паспорт. В этом нам помогал чешский консул Марселе Владимир Вохоч, с которым меня свел Дональд Лоури. Вохоч и Лоури, если будет возможность временная, напомните мне в конце, когда я закончу основную часть, я расскажу, это стоит того. Вохоч был дипломат старой школы. Его не вдохновляла идея раздачи фальшивых паспортов, но он понимал, что оккупированная врагом Родина вряд ли будет освобождена исключительно легальными средствами. Я заключил с ним договор. Он будет выдавать чешский паспорт всем, за кого я попрошу, а я оплачу ему изготовление новых паспортов. На положении консула он имел право печатать документы во Франции. Это один из элементов тогдашнего абсурда. Он никакой не консул, какой консул, Чехословакии не существует. Но все знали, что он консул Чехословакии, у него есть право, и эти паспорта, в общем-то, никто сомнению не подвергал. Так же, как никто не подвергал сомнению незаконные, выданные против приказа, визы, подписанные Гарри Бингемом. Обложки новых паспортов были розовыми, в отличие от старых зеленых, но это было их единственное в отличие. Лоури жил в отеле Терминус, я приходил к нему два раза в неделю, приносил конверт с фотографиями и данными кандидатов. Мы вместе завтракали и он отдавал мне пакет с предыдущей партией. Я уносил пакет в Splendid и выдавал паспорта беженцам. Так, давайте-ка сделаем сейчас share. Ну, что же это? Внизу share, да, вот это? Ага, да. Так, вот это мы видели, вот это мы видели, и это мы уже посмотрели. Ой, сейчас, вот, мы сейчас останемся, мы сейчас останемся на F5 на этом слайде. Глава вторая называется «У меня появляются сотрудники». Марсель кишел беженцами, иностранцами и французами. В то же время все, кто только мог, рвались домой. Даже евреи возвращались в оккупированную зону и не желали что слушать. Говоря, что Гитлер никогда не посмеет сделать во Франции то, что вытворял в Польше. Газеты съежились до двух, максимум четырех листов. Их заполняли колонки однообразных объявлений. Мать ищет двухлетнюю дочку, потерянную во время отступления между Туром и Пуатье. Или щедрое вознаграждение тому, кто поможет найти моего сына. Зовут Жак, возраст 10 лет. Последний раз его видели в Бордо 17 июня. В моем французском словаре появились два новых слова. Пагай и Пагай означало полнейшую неразбериху. Словечко это было у всех на устах в тогдашней Франции. Оно единственное в точности описывало ситуацию. Кель Пагай произносил кто-нибудь и все знали, что говорят про поражение и отступление. Второе слово означало не зевать, смотреть в оба, следить, чтобы тебя не объехали на кривой. Когда после заключения перемирия везде, куда ни сунься, царило одно Пагай, то все, что оставалось человеку было Соли Буе. Каждый за себя, а кто не пан тот пропал и черт с ним. Соли Буе и никаких гвоздей говорили, штурмуя поезда, обсуждая, где бы достать еду, вспоминая о пережитом разгроме. Через неделю после моего приезда по всей свободной зоне разнесся слух, что прямо из Нью-Йорка свалился, как ангел с неба, американец с карманами, набитыми паспортами и долларами. Стоит ему мигнуть, как любая виза будет тут же подписана на месте и проштамкована. Говорили даже, что кто-то в Тулузе сообразил продавать беженцам мое имя и адрес за 50 франков. Конечно, мгновенно добывать визы было не в моей власти, ах, если бы, но беженцы повалили толпами. Ко мне приходили те, кто был в моих списках и те, кто думал, что их там не может не быть. Под навалившейся тяжестью работы и я задыхался. Я должен был, во-первых, принимать массу людей и, во-вторых, получать от них какую-то информацию. О большинстве я ничего не знал и мог не распознать полицейского агента или члена пятой колонны или коммуниста, изображавшего из себя демократа. Вот тут у него не было никаких сомнений никогда. Были коммунисты, активные коммунисты, которые пробирались через его сеть, но их было буквально несколько человек. И первым моим помощником стал Бимиш. Бимиш, сияющий, Чубим. Берненький из Германии, молодой, умный и неизвестно бодрый. Его глаза светились озорным огоньком, а сжатые губы мгновенно растягивались в широчайшие улыбки. Несмотря на свою молодость, ему было 25, он успел приобрести опыт подпольной работы и имел за плечами две войны с фашизмом, провоевал почти год в Испании, после чего без промедлений записался во французскую армию. После поражения республиканцев Бимиш, как и другие добровольцы родом из Германии, Австрии и Италии, попал в скверное положение. Если бы он, выходец из Германии, попал в руки к немцам, его расстреляли бы на месте как предателя. По счастью, его командир проявил полное понимание ситуации. Накануне перемирия он вызвал всех немцев, австрийцев и итальянцев и сделал их французскими гражданами. Все обзавелись новым именем и новой датой рождения. Бимиш назвался Альбером Эрманом, был такой французский поэт-романтик, и решил родиться во французской семье в Филадельфии. Лейтенант выписал ему новый военный билет и приказал раствориться в тумане. Спасайся, кто может, всем селебрюе. Бимиш закопал подлинные документы в консервной банке во дворе дома, где квартировал, и, обгоняя немецкие колонны, поехал на велосипеде на юг. В свободной зоне он получил справку о демобилизации и удостоверении личности. Вместо свидетельства о рождении ему выдали справку о пребывании в живых. Мэр Нима, ничтоже сумняшися, написал «Я, мэр Нима, удостоверяю, что Альбер Эрман, рожденный и прочее, предстал сегодня передо мной, а посему жив». Бимиш стал моей правой рукой по части нарушения законов. Он организовывал новые источники паспортов, когда чешские засветились и пользоваться ими стало нельзя. Он руководил обменом и переводом денег на черной бирже. И это он отыскивал проводников для перехода границы, когда закончилась возможность ехать на поезде до Сербера и только там переходить границу пешком. Вторым членом моей команды сделался австрийский монархист и католик Франц фон Гильдебранд. Франц говорил по-английски как выпускник Оксфорда. Учился в Уильямс-Колледже, откуда вынес богатешнейший запас американского сленда. Голубоглазый блондин с аккуратно подстриженными усиками напоминал какого-нибудь немецкого рыцаря из свиты Генриха IV на пути в Коноссу, где у него принимал покаяние тезка Франца, папа Григорий VII в миру Гильдебранд. Франц изъяснялся языком, вполне достойным тех грубых рыцарей. Ради всего святого рычал он, когда я, забегавшись по делам, не приходил вовремя. Где вас черти носили? Я думал, вы уже копыта откинули. Или какого черта фрай, что вы от нас хотите? Вы вкалывали, как ни в чем не бывало, когда вы не являетесь после ланча? Мы думали, вы уже в железных браслетах щеголяете. Нас стало трое. Франц, Бимиш и я. Как правило, Бимиш сидел за одним столом, Франц за другим, а я на краю постели или стоял. Рабочий день начинался в 8 утра и заканчивался в полночь, если не за полночь. Вот в центре так вот выглядел фрай на тот момент, это довольно официальная фотография. Слева вверху очередь беженцев, пытающихся добиться войти в американское консульство. Сейчас продолжим дальше. Мы все время боялись, что полиция установит в моем номере микрофон, поэтому секретные разговоры вели в ванной комнате, пуская воду из всех кранов. Бимиш сказал, что ванна, куда струей льется вода, дрожит, вибрации звучат на диктофонной записи, как раскат грома, в ней ни одного слова не разобрать. По завершении я писал телеграмму в Нью-Йорк. Они состояли в основном из кратких сведений и имен, естественно, о претендентах на американскую визу. По узкой темной улице доминиканцев мы шли к полицейскому участку, стоявшему в кривом переулке за улицей Кольбер. Когда мы проходили мимо мусорных куч, вспугнутые крысы срывались с них и спрыгивали в канавы. На участке мы проходили в комнатку с надписью «Визирование телеграмм» на двери. Иногда нам ставили печать неглядя, иногда требовали перевести слово за словом полностью. Каждое утро все начиналось заново, и каждый день был труднее предыдущего. Длиннее очереди тех, кто обращался за помощью, страшнее рассказы о происшедшем, труднее решения, которые надо было принимать. Самым ужасным была необходимость решать, кому помочь, кому нет. Мы не могли спасти всю Францию. Мы не могли спасти всех политических беженцев. Мы не располагали информацией о том, кому из них на самом деле угрожает серьезная опасность. Мы действовали наугад. А сделать правильный выбор можно было только, толкуя сомнения в пользу заявителя. Иначе мы могли бы после узнать, что некто, кому мы отказались помочь, схвачен и увезен в Дахау или Бухенвальд. К концу второй недели у моей двери толпились такие толпы, клубились такие толпы, что администрация отеля высказала неудовольствие. И мне пришлось просить всех ждать внизу в лодби, чтобы я вызывал по одному. Мы поняли, что пришло время придать нашей работе в глазах властей должный вид. В противном случае нам перекроют кислород на полпути. Подпольная работа редко совершается в буквальном смысле слова под землей. Обычно ее стараются укрыть от посторонних глаз некой завесой, занавесом, перед которым разыгрывается то, к чему никто не сможет придраться. Для перекрытия того, о чем посторонним знать незачем. В префектуре нас встретил чиновник, исполняющий обязанности главного секретаря мэрии. Мы рассказали, что прибыли во Франции с целью помочь беженцам и просим разрешения внимание, вспоминайте, основать с этой целью некий, назовем его, комитет. Чиновник говорил с нами корректно и сухо. Местные власти не возражают против создания подобного комитета при условии, что он не будет вести незаконные деятельности. Мы разыграли обиду и изумление при одной мысли о нарушении законов с нашей стороны. И секретарь выписал разрешение. Вот здесь вот правая верхняя фотография. Это не в приемной. Это просто наличные площадки у выхода из приемной Фрая. Вот он стоит в центре с сигареткой, что-то рассматривает прямо на месте. Количество работы росло. Я не справлялся. Со всей свободной зоны шли письма с просьбами о помощи частые из концлагерей. Сотрудник американской комиссии по помощи беженцам по моей просьбе прислал мне в качестве помощницы Лену Фишман. Она вся кипела жизнерадостной энергией, с равной легкостью стенографировала по-английски, по-французски и по-немецки. Говорила, кроме того, по-русски, по-польски и по-испански. Она принимала участие в интервью и была необычайно полезна тем, что излучала неизменную уверенность и спокойствие. Повторяла она и разгоравшиеся истерики гасли по как по-новению волшебной палочки. Не преувеличивайте. Это уж слишком. Лена вообще изъяснялась четко и образно. При первой встрече она спросила, кто мой издатель вот этих вот внешнеполитических обзоров. Имя оказалось ей незнакомо. Жена Жаме Кушевек сообщила она. Я ни разу с ним не спала. Окончив рабочий день, вытаскивала пудреницу и говорила «Je fais ma petite bouteille» и исчезаю. Немножко прихорашиваюсь и исчезаю. Проработав в напряженных условиях день и полночи, она появлялась утром свежая и красивая, готовая начать новый день. Мы раздали столько денег, что сбились со счета. Франц держал деньги в прорезиненном саквояже, когда мы доставали оттуда очередную сумму, взамен вкладывалась записка. Кто-то должен был навести порядок с отчетностью. Это взял на себя Гейнс Эрнст Оппенгеймер. Немецкий еврей, фабричный инженер по профессии, он после прихода Гитлера к власти работал в Голландии. За несколько месяцев работы у нас Оппи переписал все отчеты, все нелегальные выдачи провел по абсолютно законным статьям. Путевые издержки, за которые нас могли обвинить в нелегальной отправке беженцев, он перевел в расходы на продовольствие. Благодаря ему опасность была ликвидирована. После приема в префектуре я отправился к адвокату и поручил ему оформить Центр Американ Де Секу, американский Центр спасения. Название выбрал Оппи. Он сказал, что хорошо звучит по-французски, а Бимиш одобрительно ухмойнулся. Американский флаг прикроет все грехи. Тогда же я встретился с хозяином какого-то магазина, евреем, который однажды увидел на стене некую недвусмысленную надпись и решил закрыть бизнес, пока не пришлось продать его за бесценок. Он сдал нам помещение на втором этаже старого дома на улице Гриньян. С открытием офиса толпы обезумевших беженцев, искавших у нас помощи, удвоились. Пришлось искать кого-нибудь, кто мог бы следить за порядком и регулировать людские потоки. В Марселе жили молодые американцы из числа добровольцев, военных медиков, которые до самого перемирия работали на скорой помощи. Мы выбрали одного из них на роль швейцара, заодно для учета посетителей. Его звали Чарльз Фосетт. Если кто-то надеется, что останется время для рассказа о людях, можете его туда записать. Но весь Марсель знал его как Шарли. Молодой парень откуда-то с юга, из Джорджии, кажется. В Париже перед войной он увлекался искусством. Искусством. Искусство я взял в кавычки, потому что его понимание искусства сводилось к зарисовкам хорошеньких девушек, предпочтительно в голом виде. Швейцар из него получился замечательным. Правда, он не говорил ни на одном языке, кроме английского. А большинство беженцев ни слова по-английски не знали. Зато его мундир внушал всем удовольствие, уважение, а добродушный нрав ободрял отчаявшихся. Одним из дополнительных интервьюеров стала Мириам Давенпорт. Окончив Смит-колледж, она приехала в Париж для изучения истории искусства. Владела французским и немецким, как мало кто из американцев. Значит, вот здесь, вот слева внизу, можно посмотреть вживе, вот так вот происходили интервью. Вот это, Мириам, это Жак Вайслиц, это податели заявлений. Здесь другой столик. И вот здесь вот Фрай с Мириам. Я слышал, как она разговаривала однажды с точью профессора урологии. Та принесла огромную папку писем от урологических обществ всего мира, чтобы доказать, что ее отец был величиной мирового уровня. Ну, кто, в конце концов, ваш отец, спросил Мириам? Профессор урологии, ответила дочь. Хорошо, допустим. В голосе Мириам звучало сомнение, а что такое урология? Дочь объяснила. Мириам взвиснула, что вы сразу не сказали, что он профессор начнет пописать. Так, глава, сейчас я убираю это. Следующая глава, четвертая, разумеется, вырезок из нее, глава называется «Я становлюсь английским агентом». Я сохранил название для того, чтобы лишний раз напомнить, насколько короткие отрывки я усердно выбирал. Здесь не будет ничего про контакты с англичанами. Здесь будет... Я оставил то, что относится ко второй линии этой главы. «Когда план провалился, я позвонил Гарри Бингему, и он пригласил нас на обед». План провалился, это план вывести морем беженцев, о котором говорил Франк Бонн. «На садовой террасе около железного столика сидел Фейхтвангер. Мы рассказали, что случилось. Он много недель ждал, что его помырю вывезут туда, где он будет в безопасности. И вот все рухнуло. Но за обедом он разговаривал и шутил, как если бы сорвались планы на отпуск. Я сказал, что многие уходят через Испанию, не имея выездных виз. И очень осторожно спросил Фейхтвангера, не хочет ли он тоже попробовать. Он на мгновение задумался и сказал, «Да, если вы пойдете вместе с нами, пойду». Назначили срок на середину сентября. Отчаявшись получить визу, Верфель тоже стал собираться в Испанию. Чешский консул снабдил его письмами от высших чинов французской католической церкви. В испанские инстанции с просьбой оказать содействие одному из ведущих католических писателей современности. Верфель был вообще-то еврей. Я предложил ему присоединиться вместе с женой к нам до рисовона на поезде. Затем я подумал о Генрихе Манне. Если я беру Верфеля и Фейхтвангера, почему не взять и его? Я, конечно, собираю все яйца в одну корзину, но времени остается в обрез. Попытайтесь запомнить вот это заявление. Времени остается в обрез. Вернемся потом, но Бог весть, когда я еще смогу сам довести их до Лиссабона, а никому другому доверить я их не мог. Будь что будет, других вариантов все равно нет. Манн попросил меня включить в группу его племянника Голо, сына Томаса Манна. Я согласился. Дик Бол, один из сотрудников Рая, проводит нас до Сердера, а я довезу всех до Лиссабона. Кроме естественного желания увезти пока не поздно Фейхтвангеров, Верфелей и Маннов, у меня были и другие причины поехать с ними. Во-первых, я уже должен был возвращаться в Нью-Йорк, это присоединяется к той полфразе, которую я попросил запомнить, но я считал, что должен дождаться, чтобы мне прислали на смену кого-нибудь. Из Франции я не имел возможности подробно объяснять, почему. Из Лиссабона же я мог отослать обстоятельный отчет. В последний момент пришло сообщение с границы. Испанцы перестали впускать к себе апатридов, лиц без гражданства. Верфели родились на территории и Чехословакии. Манны родились в Германии, но получили почетное ческое гражданство, когда Гитлер лишил их немецкого. А вот фехтвангеры были просто бывшими немцами. Я решил, что лучше поеду с Верфелями и Маннами и уточню, к чему сводятся новые испанские правила. И если окажется, что фехтвангеры могут к нам присоединиться, я им телеграфирую. На следующий день все собрались утром на вокзале. Верфели, Манны с племянником и мы с Болом. Поезд отходил в пол шестого. Верфели везли двенадцать чемоданов. У них было, конечно, там пара чемоданов с вещанием. А вообще во всех этих чемоданах Альма вывозила ноты и партитуры Малера. Ей и вот этой организации, организации их вывоза как беженцев, мир обязан тем, что Густав Малер существует и исполняется сегодня. Все были возбуждены и нервничали. А я, наверное, больше всех. черт меня дернул брать с собой ключ к шифру и карты минных полей. Вот это все, что я здесь оставил от связи с англичанами. Но, опять-таки, должно понять, сколь разнообразной деятельностью он занимался. Мы предъявили билеты и вошли в вокзал, собираясь пройти его насквозь и выйдя на улицу. Но увидали пассажиров, стоявших в длинной очереди для предъявления документов пограничникам. Нас охватила паника. Выездная виза, то есть право продолжать путь, была только у меня. Болт, сохраняя полное спокойствие, взял паспорта и скрылся за дверью. Прошла целая вечность, пока он вышел к нам. По выражению на его лица мы поняли, что что-то пошло не так. По дороге к гостинице он сказал мне, что у него нет уверенности в благополучном исходе. полицейский комиссар был очень любезен, но объяснил, что получил строжайший приказ не пропускать никого без выездной визы. После долгих дискуссий Болт уговорил его оставить у себя паспорта и заново все обдумать. Настало ясное и жаркое утро. Мы позавтракали на станции. Болт отправился за ответом и вышел с видом человека потерпевшего поражения. Не выйдет. Все было бы нормально, будь он один, но он работает в паре с другим комиссаром и на его глазах не решается. У нас потемнело в глазах. Болт оставался внешне спокоен. Не переживайте, все образуется, найдем решение. Затем поманил меня за собой. К чертям собачьим наш первый комиссар все должно было пройти без задоринки. Черт знает, откуда взялся этот чертов второй комиссар. Если бы не он, вопросов бы не возникло. Если подождать несколько дней, может быть, все уладится, а может и нет. Что теперь, по-твоему, надо делать, спросил я. Спроси что-нибудь полегче. Наш первый комиссар предлагает идти пешком. Я ему сказал, что с нами старик. Старик – это Генрихман, которому было 69 лет. Но он действительно был в плохой форме. Но он говорит, что все равно стоит рискнуть, потому что придет приказ из Виши, и он всех арестует. Поэтому пока можно, лучше им всем исчезнуть. Он даже вышел со мной на платформу и показал направление. Я посмотрел на ближайшие вершины. Горы были высокие, солнце жарило не на шутку. Следующий слайд. Вот он. Здесь снова я повторяю карту оккупированной Франции после поражения. Вот это вот в центре, щупренький такой, это фихтвангер за колючей проволокой в концлагере Сан-Рикола. А здесь посмотрите сюда, пожалуйста. Вот здесь верхняя точка – это Сербер, последняя железнодорожная станция на территории Франции. Здесь южная точка – это Порт-Бу, первая испанская железнодорожная станция на территории Испании. И вот, ну не то чтобы по прямому полету птицы, но достаточно прямо, два с половиной километра. А вот здесь вот красной линией, такой вот зигзагообразной, показано, как вы будете ехать, если вы поедете из Сербера в Порт-Бу на машине. Из этого я предлагаю вам довообразить, задействовав довообразить, каков там был рельеф, через который надо было идти, вот им всем, пешком. Да, значит, по прямой, почти по прямой, чуть меньше трех километров, по этой кривой тоже не так уж много, километров двенадцать или четырнадцать, но посмотрите, как идет и вообразите себе горный рельеф. Итак, солнце жарило не на шутку, я сказал гол, Верфель не выдержит, он слишком толстый, а Генрихман слишком старый, может тебе доехать до Перпиньяна и там купить визы? Фраза загадочная. Перпиньян близко к границе, от него до границы тридцать два километра. Но что такое купить визы? Это можно было просто приехать и купить, я не знаю точность, полную расшифровку, но может быть, предположим, за большие деньги, чем ближе к границе, тем легче было обзавестись купленными визами и как-то располагать собой, а чтобы попасть к границе, все равно нужно было разрешение передвигаться по Франции, в общем, не разе мной. И там купить визы? Не знаю, ответил Болл, мне не понравилось, как он разговаривал. Он как будто знает о чем-то, что должно скоро произойти. К тому же сегодня пятница. До Перпиньяна я доберусь вечером, допустим, получу визы в понедельник, вернусь во вторник, нет, нечего им столько времени тут торчать. Все так и сидели за столом, один и за другим начали выяснять мое мнение. Ну, если вы спрашиваете меня, я осторожно подбирал слова, то если вы думаете, что справитесь, мне кажется, нужно идти пешком, сегодня это возможно, завтра и тем более послезавтра все может перемениться. Генрих Манн, Голо и Альма Верфель решились идти. Верфель и жена Генриха колебались. Верфель посмотрел на горы, вздохнул и вспомнил, что день был пятница, а число 13-е. День несчастливый, сказал он, может, лучше завтра. Жена Манна заговорила с мужем по-немецки. Послушай, Генрих. Мистер Фрай чрезвычайно милый молодой человек, но что мы про него знаем? Может быть, он шпион, который нас заманивает в ловушку? Может быть, с ним надо поосторожнее? Ферцаю, фрауманн, я тоже перешел на немецкий. Аберфелект, висан зе ничт, да с их дойч ферштейн. Прошу прощения, фрауманн, но, может быть, вы не знаете, я тоже понимаю по-немецки. Фрауманн покраснела до ушей и больше не открывала рта. Все высказались в пользу перехода и занялись приготовлениями. Решили, что я поеду на поезде с багажом, остальные пойдут пешком. Встречаемся на вокзале в Порт-Бук. Мы сдали багаж и через деревню тронулись к кладбищу на склоне. Помните, что первые пришедшие к фраю молодые немецкие социалисты показали ему путь вдоль кладбищенской стены. Вот это она. По дороге я купил несколько пачек сигарет и розвал их путешественникам. Остановит полиция угостить их сигаретами. Хороший способ, особенно в Испании. По прошествии получаса я все еще мог видеть их, карабкающихся по горному бездорожью или сидящих в жидкой тени одиноких олив. Я чувствовал себя не в своей тарелке, имея на одного 17 мест багажа. Но все прошло гладко. В Порт-Гу я спросил, разрешен ли въезд в Испанию апатридом. Ответ был да. Пришедшее в Марсель сообщение не соответствовало действительности. Покончив с формальностями, я вернулся на станцию. В полиции я спросил, не видели ли они толстого мужчину Верфель, полную женщину Альму, еще одного мужчину, сутулого, пожилого и прихрамывающего Генрих, блондинку средних лет, жену Генриха и молодого жгучего брюнета Гола. Нет, не видели. На грани нервного срыва я метался взад-вперед по платформе, не понимая, что делать дальше. Потом вспомнил про испанца-носильщика, с которым по-дружески разговорился месяц назад по дороге из Лиссабона. Он сказал, что выяснит немедленно и через 10 минут вышел из здания жандармении. Нет, сегодня в Порт-Бу никого не арестовывали. Это же невероятно, но факт. Попробуйте подойти к Шлагбауму на шоссе, вдруг они что-то знают. Я сунул ему такой знак благодарности, о котором он до сих пор вспоминает и пошел через город к полицейскому посту на холме. Наконец подошел к навесу на международной автостраде и увидал под ним двух измученных пограничников. Я протянул им сигареты. Не видели здесь пятерых путников? Толстый мужчина, полная женщина, еще один мужчина, пожилой сутулый прихврамывающий, блондинка средних лет и молодой брюнет. Они, казалось, ни слова не поняли. Я вытащил еще сигареты. Послушайте, сказал я, я ищу людей, они вам не попадались. Не отвечая, они завели меня в будку и усадили возле открытого окна. Ждите здесь. Минут через десять один вернулся. Ваши друзья на станции. Я говорил по телефону. Сидят в таможне и ждут вас. В жизни я не испытывал такого облегчения от нескольких простых слов. Я отдал им все оставшиеся сигареты, пожал руки и пошел вниз, почти побежал к станции. Верфели и Манны ждали меня с таким же нетерпением, как я их. Мы обнялись, как старые друзья, разлученные на много лет и встретившиеся в каком-то неведомом городе, где ни один из них не думал никогда оказаться. По дороге к отелю они рассказали мне, что случилось. Дорога оказалась очень трудна, особенно для 70-летнего Генриха Манна. Он не пал духом. Он был едва ли не бодрее их всех. Он только не мог одолеть подъем. На вершине Вол остановился взять его вещи и не успели они подойти к самой границе, как словно из воздуха сгустились два французских пограничника. Бежать было бессмысленно. Патрульные подошли и оцарютовали. Идете в Испанию? спросил один. Кто-то сказал да. Значит так, продолжал француз. Идите по левой тропе. По правой вы как раз выйдете к нашему пограничному посту, и если у вас нет виз, там и застрянете. Левая тропа приведет вас к испанскому посту. Не пробуйте его обойти. Наоборот, войдите, отрапортуйтесь, и все будет хорошо. Он снова оцарютовал и отстал, глядя, как они цепочкой шли по левой тропе. Испанские пограничники нагнали на них нового страха, пристально рассматривая их паспорта. Ни супруги Верфель, ни супруги Людвиг их не заинтересовали. Полное имя Мана Генрих Людвиг Манн, и при принятии им их в чешное гражданство их назвали супруги Людвиг. А вот Гола Манн заинтересовал чрезвычайно. В его афидовите значилось, что он едет в США, дабы воссоединиться со своим отцом Томасом Манном. Так вы, выходит, сын Томаса Манна? У Гола прошли перед глазами гестаповские списки. Он понял, что игра кончена, но решил выдержать роль до конца. Да, сказал он, «Вас это не устраивает?» Наоборот, сказал пограничник. «Я полагаю себе за честь познакомиться с сыном такого великого человека». И обменялся с Гола крепким рукопожатием, после чего по телефону вызвал для них со станции автомобиль. Все это так напоминало ярмарочный балаган, что голова у нас пошла кругом. В отеле за обедом мы выпили изрядное количество испанского вина и бренди и договорились никогда, вообще никогда, ни разу не называть в Испании маннов маннами. Но в эйфории забывали об этом, потом и вовсе забыли всякую осторожность. В столовой, в числе прочих, был британский консул, знакомый мне по августу, когда я направлялся во Францию. Мы только что в очередной раз разлили бренди, когда он подошел и положил мне руку на плечо. Я кое-что хотел вам сказать, буквально несколько слов. Мы вышли в коридор. Тот старичок с вами за столом, Генрих Манн, спросил он? Я сказал, да. Ну вот, что сказал он. Я бы на вашем месте поостерегся. Вы знаете, кто этот тип в мундире? Нет, понятия не имею. Понимаете, это начальник местной тайной полиции. Я бы на вашем месте поостерегся. Я искренне поблагодарил его и вернулся к столу. На обратном пути к отелю я послал Лене телеграмму, что все в порядке и Гарри может по-прежнему направлять сюда людей. И я перескакиваю через всю книгу почти. Глава 14, одна из последних. Я только прошу обратить внимание вот на что. Он приехал в Марсель 15 августа. 13 сентября он уже на границе Франции и Испании ведет людей и каких людей сам выводит их в нейтральную страну в Испанию. Сколько, что и как и с каким настроением он успел сделать за меньше, чем один месяц. Ну, так. Итак, глава 14. Потому что вы за евреев и против немцев. Весна 41-го принесла нам больше успехов, чем провалов. Но вспоминать я ее буду как время нескончаемых трудностей и неудач. Время, которое привело к множеству несчастья и катастроф. В начале апреля были арестованы все евреи, проживавшие в марсельских гостиницах. Их свезли в полицейские участки для выяснения. В числе их был Марк Шагал. В один прекрасный день на рассвете полиция оборвалась в отель Модерн и арестовала всех постояльцев с еврейской внешностью. В черном баранке увезли с прочими и Шагала. Его жена сразу же позвонила мне, а я позвонил в епископский дворец. В бывшем епископском дворце в Марселе располагалось главное управление полиции. Вы только что арестовали Марка Шагала. Ну? Вы знаете такой Шагал? Нет? Месье Шагал один из величайших художников современности. Серьезно? Если об аресте Шагала станет известно, мой голос звенел от подавляемой ярости, произойдет мировой скандал. Веши будут рассержены, а вас лично ждут крупнейшие неприятности по службе. Спасибо вам за звонок, пробормотал раздавленный полисмен, я немедленно разберусь. Во время разговора Данни, его сын, после Бимеша самый близкий его сотрудник, Данни Бенедитт, стоял рядом со мной. Когда беседа закончилась, он широко улыбнулся и крепко обнял меня за плечи. Вот так с ними и надо, босс, чтоб знали. В ответ я сказал, что если через полчаса Шагал не будет свободен, я позвоню в Нью-Йорк Таймс и дам материал для новостей. Через полчаса позвонила жена Шагала, он был на свободе. Так повезло не всем. Одних приписали к Резиданс Порсе, назначенное неотменяемое место жительства. Других развезли по концлагерям или послали на принудительные работы. Через полчаса позвонила жена Шагала, он был на свободе. Мэри Джейн Голд, упоминавшаяся мною, в этот момент была тоже там, в той комнате, и она оставляет свои воспоминания об этой сцене. Надавив на полицейского и повесив трубку, Фрай оперся лбом на ладони и сказал «Величайший художник современности, всех надо спасать». И потребовал передать ему следующее досье из стопки с данными досье. Возвращаемся в 1941 год. Гарри Бингема отозвали и визовый отдел возглавил новый вице-консул, похоже находивший особое удовольствие, отказывая как можно большему числу просивших о визе. Однажды я пришел к нему с вопросом про Ларго Кабальеро, глава правительства республиканского господина. Я собирался отправить его в Гибралтар, оттуда в Америку. Услышав имя Ларго Кабальеро, вице-консул задумался, а кто такой Кабальеро? Вице- премьер-министр Испании во время гражданской войны, а значит красный. Нет, Кабальеро наоборот, предпочел отказаться от должности, лишь бы не сотрудничать с коммунистами. Послушайте, он скривился, мне совершенно наплевать на его политику, но если у него есть вообще убеждение, он нам не нужен, хватит нам уже агитаторов, и так в Америке слишком много. В конце июня пришли новые инструкции, запрещалась выдача виз без поименного утверждения госдепом. Беженцы, терпеливо собиравшие разрешение в консульствах, должны были начинать все сначала на уровне Вашингтона. Так, раз, два, и вот. Постепенно будем проходить по этому слайду с хронологией. Нашей наиболее слабой стороной было отсутствие поддержки со стороны американского посольства и департамента. В госдепе на меня давили, чтобы я уезжал. Посольство одобряло действия французской полиции, направленные к той же цели. Вот. Кордал Халл это личность абсолютно одинок, одиозная тогдашний генеральный государственный секретарь. Он 14 сентября 40-го года прислал в консульство телеграмму. Правительство не одобряет деятельность доктора Бона и мистера Фрая, ведущуюся в нарушении законов стран, с которыми США установили дружественные отношения. И дальше требования их отъезда. А ведь не предерешься, потому что войны еще нет, до войны год с лишним. Вишистское правительство во Франции это правительство дружественной Америки страны, А Фрай и Бон безусловно нарушают законодательство упорно и знанамеренно. После этого Бон уехал, а вот Фрай остался. Это отличает его от всех прочих. В январе истек срок действия моего паспорта. Консул встретил меня с мрачной физиономией. Я чрезвычайно сожалею, сказал он, но я обязан связаться с Гвоздепом. Оставьте паспорт здесь. Я телеграфирую Пашингтон, посмотрим, что они ответят. Когда я вернулся, мой паспорт был вместо продления конфискован. Вот у меня написано 15 января 41-го года. Я получил ответ, сказал консул. Инструкции таковы. Я продлеваю паспорт только для немедленного возвращения в Штаты. В мае я повторил попытку с тем же результатом. Я с радостью бы уехал, если бы меня кто-нибудь заместил. Я слал в Нью-Йорк телеграммы с просьбами о замене, но мне отвечали, чтобы я продолжал работать. Оставалось не обращать ни на что внимания и продолжать работу, пока не приедет хоть кто-нибудь. Были попытки подобрать ему замену, была даже однажды попытка приехать человек. Это все оказалось провально, не буду об этом сейчас рассказывать, это было смехотворно и посты. Консул передал мне о намерении полиции арестовать и выслать меня. Он уже передал в госдепс шифровку с просьбой обратиться в Нью-Йорке в комитет немедленного спасения, дабы просить их о моем отзыве. Ответ по его словам сводился к согласию комитета на мой отъезд. Я, однако, получал каждый день телеграммы комитета с просьбой остаться, поэтому мне трудно было поверить в рассказ консула. Я телеграфировал еще раз и получил ответ. Слова консула не имели под собой основания. Я уже ничего не понимал. У меня накопилась чудовищная усталость. В Марселе меня удерживала мысль о беженцах, которых мой отъезд лишал последней опоры. Через несколько дней курьер на мотоцикле привез мне из префектуры повестку, подписанную «Intendant de la police de la région Marseillez», управляющий делами полиции в Марсельском округе, капитан фрегата, морской офицер Деро Делек Дупорзик. Мне предлагалось предстать перед ним утром ровно в одиннадцать. Невыполнение сего, говорилось далее, ведет к немедленному аресту. Утром состоялась аудиенция. Я приехал ровно в одиннадцать. Он, откровенно демонстрируя власть, заставил меня 45 минут ждать на скамье в приемной. Раздался звонок, и я вошел в просторный кабинет, где в дальнем конце около большого окна стоял письменный стол. Дероделек дупорзик сидел за столом. У меня заняло несколько минут, пока мои глаза адаптировались, я рассмотрел его. Он жестом предложил мне сесть в глубокое кресло, раскрыв толстое досье. Наконец оторвался, посмотрел на меня в упор и сказал, «Вы создаете немало трудностей моему близкому другу генеральному консулу Соединенных Штатов Америки». «Я думаю, что со своими проблемами консул справится», сказал я. «Мой друг, генеральный консул Америки, проинформировал меня, что и ваше правительство, и ваш комитет рекомендуют вам немедленно вернуться в Америку». Я склонен относиться к этому как к чьей-то ошибке. Мои инструкции предписывают мне оставаться здесь. Поведение вашего секретаря будет иметь для вас серьезнейшие последствия». Там был эпизод, когда их попытались подставить, схватить на обращение с деньгами, были неприятности у Дани Бенедита. Обошлось. Не вижу каким образом. Один из моих сотрудников вел себя неразумно, действуя на свой страх и риск. Моей вины в этом нет, тем более ее доказательств. Во Франции сегодня доказательства не нужны. Во времена республики считалось, что лучше отпустить сто виновных, чем наказать одного невинного. С этим покончено. Мы предпочитаем наказать сто невинных, но не упустить ни одного виноватого. он сделал паузу и закрыл досье. Когда вы покидаете Францию? Пока еще не планировал. Если вы не уедете добровольно, сказал Дюкпорзик, мне придется арестовать вас и поселить в Резиданс Порсе на безопасном расстоянии от Марселя. Надо было выторговать сколько-то времени, и я сказал, понятно, можете ли дать мне отсрочку, чтобы я привел в порядок дела и передал их тому, кто меня сменит. Если вы так настаиваете, я готов уехать из Франции, но я хочу, чтобы комитет продолжал работать. Почему вам так важен ваш комитет? Потому что это единственная надежда для многих беженцев. Понятно, произнес он, сколько вам нужно времени? Ну, скажем, я сегодня телеграфирую в Нью-Йорк. Они должны найти мне преемника. Ему надо будет заказать паспорт, получить визу и приехать сюда. До 15 августа. Вы согласны? Приемлемо, ответил Деруделек Дю Порзик. Я встал, направился к двери, потом повернулся к нему. Скажите мне только честно, почему вы изо всех сил старались мне помешать? Потому что вы за евреев и против немцев. вот хронология, к которой я снова вас возвращаю. 15 августа 40-го года. приеста приеста Что? Что-то говорили? Джуна, желай. Элиэзер, вы можете по-русски спросить. Когда была дата встречи? 3-го июля, только 41-го конечно года, я прошу прощения, это моя печатка. Но так или иначе, 14-го сентября 40-го года, через месяц, государственный секретарь требует его отъезда, 15-го января 41-го, через полгода, истекает срок действия паспорта, и фрай остается на враждебной территории без документов. И вот потом эпопея с его вызовом к Дюпортигу 15-го августа. Он 15-го не уезжает, 31-го его арестовывают и под конвоем полицейского инструктора его высылают в сервер. Там еще сколько-то времени продолжается бюрократическая канитель, и 6-го сентября 41-го года он через Лиссавон уезжает в США. Чрезвычайно важные для меня фотографии. Это вот прощальный обед. Я не буду вам называть этих людей, я их всех знаю, только казус такой. Иногда говорят, что это Фрай фотографировал. Это не Фрай фотографировал. Это обрезанная слева фотография, где как раз слева сам Фрай. Я не знаю, кто фотографировал, почему действительно полная фотография всегда дается в интернете в плохом качестве, а это в хорошем. Отобедали, попрощались. Вот он уже, глядя назад, из поезда снимает жиденькую цепочку тех, кто его провожает. Вот он в США уже лекции читает. Франция под Петеном. Так, что у нас? Да. Я перехожу к заключению. И в заключении я начинаю несколько, может быть, неожиданным способом. Я прочту сейчас эпиграф ко всей книге. Эпиграф это ведь то, что открывает книгу. Я хотел сначала вам рассказать и сначала представить книгу, а потом показать ведущую мысль. Я всегда полагал, что то, что мы делали для беженцев во Франции, сродни солдатскому долгу выносить раненых товарищей с поля боя, пусть даже подвергая опасности свою жизнь. Может быть, кто-то умрет, может быть, останется инвалидом. А кто-то выживет и станет лучшим бойцом благодаря обретенному боевому опыту. Но выносить нужно всех, хотя бы пытаться. Из разговора Вариана Фрая с Бимишем. Отрывочек из главы 13, которая называется «Нелегально через Испанию». В конце мая при подведении итога оказалось, что за неполные 8 месяцев мая 41-го, да, мы приняли лично или по почте больше 15 тысяч заявлений, и каждый случай надо было разобрать, вникнуть, принять решение. Число тех, за кого мы могли взять на себя ответственность, составило 1800. Политические противники гитлеровского режима, представители творческой интеллигенции, те, кому не приходилось ждать ничего хорошего от нацистов. На 1800 заявлений с учетом семей пришлось около 4000 человек. Из них 560 выплачивали денежное пособие. Тысячу с лишним удалось вывезти из Франции. Всем остальным оказывалась посильная помощь от вызволения из концлагерей до визитов к зубным врачам. И я сейчас покажу сперва еще один слайд, который тоже интересен. Вот Эвелина сказала мне, что до того, как я ей послал свою заявку на мой рассказ, она ничего не знала о Фрае. Множество из моих друзей, которых я приглашал или которым там дома рассказывал о нем, ничего не знали, впервые слышали. О Фрае из моих друзей, ну вот Сеня Литвилл знал, еще там два или три человека. О нем не знают, несмотря на то, что в Википедиях он есть, книжки о нем есть, он первый из пяти всего американцев, носящих титул праведних народов мира. И вот здесь я показываю, ну, здесь я сфотографировал, ну, вот эта книжка в жиле, это по-английски, да, и по-английски было еще два-три издания, я говорю два-три осторожно, там есть о чем поговорить. издавалась книжка в немецком переводе четыре раза, вот она, ой, что это я сейчас сделал? Так, ну, сейчас, видимо, нужно, сейчас, секунду, сейчас еще раз вернемся сюда, нет, слушай, а почему у меня изображение, а почему у меня, вот, все, ага, все вернулось, сейчас я прибегу, вот, так, и, ну, опять, вот, по-французски было три издания, одно точно может быть два по-испански, одно точно может быть два по-итальянски, по-русски нету, по-немецки я сказал, где она спрашивает, сказал я по-немецки, да, конечно, три издания немцы сделали, не иначе как комплекс вины мучает, вот здесь вот справа внизу почетный диплом о присвоении звания праведных народов мира от Ядваше, вот, это достаточно патетическая такая нота, но я хочу добавить еще двухминутное чтение, на этот раз не подумайте, что я хвастаюсь, но мне пришлось перевести этот кусочек с немецкого, Ганс Заль, Ханс Заль, немецкий поэт, из тех, которого Фрай спас, который жил много лет после войны во Франции, очень через много лет вернулся в Германию на родину и в 59-м году издал свой единственный роман «Меньшинство и большинство» «Ди Венеген он дефирен». Вот оттуда кусочек я вам хочу прочитать и когда прочитаю в комментариях не понадобится почему. И вот подходит к моему столику в одном из марсельских кафе приятель, известный всем своим остроумием и говорит, понижая голос, что в отеле «Сплендит» поселился американец с карманами полными дорлоров и списком тех, кого необходимо спасти. Там твое имя в списках. Отправляйся, он ждет тебя. Сейчас я уж пожалуй уберу это. Я отвечаю, что не расположен шутить, а сам звоню в отель и спрашиваю про загадочного постояльца. Он сам тут же подходит к телефону. Как ваше имя? Да, вот, есть. Я жду вас, пожалуйста, приходите срочно. Через десять минут я входил в отель. В холле стояли два немецких офицера. Я мимо них прошел к лифту. Поднявшись, постучал в дверь и мне открыл молодой человек в рубашке с закатанными рукавами с приветливой улыбкой на лице. Он обнял меня за плечи, сунул в карман несколько бумажных купюр. Мы отошли к окну и он зажептал с видом актера, играющего роль заговорщика. Если будет надо еще, придете еще. А я пока пошлю ваше имя в Вашингтон. Мы вызволим вас отсюда. Есть разные способы. Придумаем, найдем способ. И он плеснул мне виски в стакан. Кстати, у вас костюм потерял всякий вид. Вы не можете расхаживать по городу в таком виде. Завтра купим вам приличный летний костюм. Я опрокинул себя виски и остался стоять, растерянно повторяя thank you very much, sir, потом danke firmals, потом merci, monsieur. Но вы должны вообразить это себе. Границы перекрыты, вы в западне, в любой момент вас могут арестовать, жизнь кончена. И вдруг перед вами возникает молодой американец, обнимает за плечи, сует вам деньги и шепчет, как плохой актер в любительском спектакле, найдем, найдем способ вытащить вас отсюда. И вы замечаете, что по щекам у вас текут проклятые слезы, густые, едкие слезы. А этот тип, недавний, между прочим, выпускник Гарварда, вытаскивает из кармана везящего на стуле пиджака носовой платок и говорит, возьмите-ка, он уж, извините, не очень чистый. Так, понимаете, с тех пор я и полюбил Америку, потому что все это делается так буднично, но при этом с оглядкой и пониманием, и потому что, когда уже кажется, что следующий шаг будет в пропасть, откуда-то, как из воздуха, сгущается непонятно кто в рубашке с закатанными рукавами и произносит «О, there are ways you know». Все, спасибо за внимание. Спасибо, Саша. Теперь будем знать. Очень интересно. Я вижу, что у Сени, у Игоря есть вопросы. У нас есть на вопросы, я думаю, минут 20 еще. Можно я задам свои первые вопросы прямо по ходу? Во-первых, я упустила два слова. Первое, которое означало типа «бардачное», а второе означало «после меня хоть потоп». Вы можете внятно их произнести, потому что, по-моему, эти слова на русском вполне относятся к сегодняшней ситуации в России. Да тут много еще относится. Многое, очень многое перекликается. Да. Значит, первое слово это «погай». Действительно бардак, неразбериха. А второе «дебруе», «солебруе». Ну, вот это и есть. Заботься о себе сам. И второй вопрос у меня такой. Из тех, кого он спас, кто-то с ним общался, когда они уже оказались в комфортабельной жизни? Например, молодым. Вы написали, он умер, не дожив, до 60. Да. Значит, я об этом написал так, что он всю оставшуюся жизнь боялся быть тенью самого себя. Ну, есть такое выражение про него. Кое-кто общался. Большинство, конечно, не общалось. Началась новая жизнь, начались новые заботы. Что там? Его сотрудники, его соратники довольно часто и довольно много общались с ним. отдельный разговор – это его письма, письма между ним и его соратниками его комитета. То дальше, что было? Его выкинули из этого самого комитета немедленного спасения. Просто перестали к нему вообще всерьез относиться и не упомянули ни в списках, ни в числе людей. благодаря которым столько людей уцелело. Просто не упомянули и все. Он начал пытаться жить. Он разошелся со своей женой. Вроде как вернулся другим человеком и не смог вернуться к прежней жизни. но при этом когда его жена заболела раком, он до самой ее смерти каждый день просиживал у нее в больнице, ободрял, читал ей вслух. Женился потом еще раз, у него трое детей было. Занимался виноделием, занимался каким-то там сельским хозяйством. Пытался, ну понятно. преподавал латынь в школе, используя свое классическое гарвардское образование и умер просто от инсульта. Если назвать три самых знаменитых человека, которых он спас, кто это будет? Знаете, что, я, конечно, назову большое дело. Шагал, Фихтван, Герген, Рихман. Достаточно? Конечно. Но видите ли, в чем дело? Скажи, как выставка, как была в Иерусалиме? А, ну да, вот, мне Лена подсказывает. В Иерусалиме не так давно была выставка современного рисунка. Из 15 представленных там художников 6 было спасено фраем. Так вот. Но почему я сказал, что не обязательно называть, обязательно надо называть знаменитости, но он-то спасал всех, и это было его кредо. И когда в очередной раз называют там того-то, такого-то, такого-то, Бретона, я знаю, там, еще, получается, что делаем упор на то, чем он занимался, но упор он сам делал на другом. Вот так вот я понятно ответил. Спасибо. Конечно, вы делаете святое дно. В Словакии Бенеш, эпиграф, от которого вы... Да, да. Президентик в Словакии... Еще раз. Бенеш. Бенеш. Это совершенно не Бенеш. Это... Его звали... Его звали Хиршман. Он взял себе псевдоним Альбер Эрман. А Бенеш. Его окрестил сам Фрай, потому что он вечно был Бимин своей улыбкой. Саймон, пожалуйста. Ну, во-первых, Саша, огромное спасибо. Я действительно так случайно давно услышал имя Вариана Фрая в связи с Шагалом. Какая-то была публикация о судьбе Шагала, о том, как он выбирался из Франции во время войны. И там упоминалось имя Вивиана Фрая. Поэтому, когда Саша прислал текст своей публикации о Вивиане Фрая, я как бы... Это имя было знакомое. Но вот то, что открыл Саша Колотов, это для меня 99% было нового. И огромное спасибо, потому что такие фигуры, их надо знать, их надо помнить. Они действительно праведники мира, и пока мы живы, живы и они. Это как бы тебе просто огромное спасибо. Несколько моих вопросов, я задам их не сразу кучей, а по одному, но они короткие. Вопрос номер один. Из спасенных Фраем людей, какой процент был евреев? Или какой неевреев? Евреев, разумеется, было подавляющее большинство. А теперь я комментирую это словом «а почему?» А потому что он спасал тех, кто находился в опасности от Гитлера и Гестапо. Евреев было больше всего там, и евреев было больше всего среди беженцев. Он спасал немцев, острийцев, итальянцев, испанцев, французов, англичан. Он занимался, лично он занимался вывозом остатков британского экспедиционного корпуса из Франции, поляков. Были у него там русские попадались, князь Аболенский, Сергей Сергеевич Аболенский. Он спасал всех, кто находился в опасности от нацистов. Евреев было больше всех. Вопрос номер два. Каковы были политические убеждения Вариана Фрая? Он ведь был очевидным антикоммунистом, но ведь известно, что во время Второй мировой войны во многих странах, в том числе во Франции, коммунисты очень активно боролись с фашизмом. И как это вот как бы эти две вещи ты бы мог прокомментировать? Значит так, я не буду уходить в глубину этих дел. Да, ты прав. Тем не менее, я повторяю свое замечание. Прямо коммунистов, да еще каких один, там была такая фигура, печати негде ставить, считанные единицы просачивались. Если он спасал тех, кто наибольшей опасности, наибольшей опасности были евреи и коммунисты. Ну, хорошо, давай следующий, Евсений. Да, вопрос номер три. Как апатриды, то есть лишенные немцами немецкого гражданства, попадали во Францию? Немцы их не выпускали. А кто, прости, кого выпускал? Ты считаешь, что всех немцы выпускали, чтобы они спокойно бежали во Францию? Ну, вопрос, как они попадали из Германии, где границы были в то время закрыты? Или это те, кто уехал гораздо раньше? С трудом попадали, вот тебе ответ. С трудом попадали. Но их было тысячи этих апатридов. Да, да, да. Кто-то был уже там, был уже вне границ Германии, кто-то переезжал в Чехословакию и уже из Чехословакии во Францию, а кто-то через Голландию. Я могу назвать кое-какие имена здесь, но это тема для отдельного разговора. С трудом попадали. Окей. Мой последний вопрос, Саш, может быть самый такой трудный, но я хочу узнать твое личное мнение. Ты вот столько лет занимался Варианом Фраем. Ты сказал, что очень трудно было отобрать из огромного количества кандидатов тех людей, которых в итоге он помог спасти и вывести. Это не ясно было, это он пишет. Нет, ну вот я просто хочу сказать, а как ты считаешь, а какие у него все-таки, да, было очень тяжело выбрать, какие ты считаешь были его личные критерии, по которым он выбирал. Один ты назвал, те, кто были в наибольшей опасности. Были ли другие критерии отпора? Не знаю, не знаю, не знаю, не думаю, что это где-нибудь там зафиксировано хотя бы даже в дневниках, но я только, значит, ну, видимо, он пытался узнать, нет ли других, не через него путей к выходу. Но я тебе вот что скажу, как минимум двое из неспасенных им сохранили с ним прекрасные отношения. И все твердо понимали, что нельзя спасти всех и нужно спасти тех, кого можно спасти. Один из них был фотограф, который сделал совершенно фантастический его фотопортрет в 44-м году, а другой это два еврея, муж и жена, родители некоего человека живого до сих пор, родился он в 44-м году, и это другая история, другой раскас совершенно. Этот человек живет сейчас в Лос-Анджелесе 44-го года, понятно, сколько ему лет, и он в своих, ну, в своей, это не книжке, это эссе про Фрая, он совершенно спокойно пишет, что в числении спасенных им были мои родители, и пишет про него с восторгом и восхищением. Саш, еще раз огромное спасибо, это вот твоя лекция, некое, так сказать, событие, и очень сильное впечатление, спасибо. так, есть еще кто-нибудь? Конечно, конечно, Игорь Юдович. Спасибо, Велина. Колотов, здравствуйте, привет вам всем, давно не виделись. Замечательный, совершенно рассказ, Саша. По-моему, мы с тобой как-то Фрая уже обсуждали. Ну, как-то. Пытались обсуждать, когда я пытался его издать, ну. Окей, значит, вот что я хочу сказать. Меня мучило давно. Я хотел понять, откуда была такая дикая ненависть у госдепартмента в отношении к конкретному человеку. Ведь при этом, при всем, параллельно в Марселе действовали другие люди и другие организации, не только Фрай. Ну, например, во-первых, Фрай, ты правильно сказал, праведником мира в числе пяти, но первым-то была все-таки Мэри Джейн Голд, автор. Нет, Игорь, нет. Мэри Джейн не является праведником мира. Окей, оставим. Но второе-третье, ты знаешь, кто? Второе-третье, это Марта и выяснил Шарпин, да, ипоскопиальная церковь, и были другие, были другие религиозные организации, которые спасали людей. И к ним отношение было совершенно спокойное у госдепартмента, хотя все спасали людей примерно одними и теми же способами. Вот что я хотел сказать. Я долго думал, и я понял кое-что. Дело в том, что имешанный сирийский комитет, организованный в июне сорокового года, был наследником American Friend of German Freedom. Ну да, правильно. Те же самые люди, которые в 1936 году организовали этот комитет, были в числе 200 человек, которые собрались в Concorde гостиницы в Нью-Йорке организовать ИРСИ. И все они были социалистами. Мало того, что все они были социалистами, это была молодая поросль очень активных американских социалистов во главе с самим Цомсом, который был кандидатом в президенты Соединенных Штатов в 1936 году. И это была организация, это была группа людей, политическая группа, которую ненавидела официальная власть, прежде всего, конечно, Госдепартамент. В Госдепартаменте вот ты написал там о том, что Холл резко потребовал возвращения Фрая, вообще-то говоря, это все было, Холл подписал эту бумагу, но все висшло от Лонга, ты прекрасно это знаешь. Лонг был директором Европейского бюро и отвечал за все визы. И весь этот процесс против Фрая был организован по существу Лонгом. Ну, на это дело можно много опять-таки говорить. Здесь можно многое действительно говорить. Прости, что я тебя перебил. То, что ты говоришь, это правильно, но как всегда это правда частично, потому что в Комитете немедленного спасения руководство было совершенно не из той организации, о которой ты абсолютно правильно упомянул. Руководство было другим. А Фрай был прежде всего бревном в глазу у них. и когда все вот после этой телеграммы Хала, когда все оставили, уехали из Франции или прекратили эту деятельность, или как удивительнейший человек Дональд Лоури перешли на только законные рельсы. Фрай был единственным, который продолжал противозаконную деятельность. Ну, ладно, время восходит к концу, а то я еще ничего поразсказал. Значит, последнее. Откуда брались деньги? Деньги все-таки в основном брались через Мэри Джейн Голд и ее любовника Раймонда Кордро, который был, как ты знаешь, крупным мафиозем в Марселе, согласно ее великолепной книге, которая, кстати, написана блестяще совершенно кроссроута в Марселе, в Марселе покупалось и продавалось все, нужны были деньги и связи. Деньги были ее, связи были его, сам он по себе лично совершенно фантастическое, но я на этом заканчиваю. Спасибо. Ну, да, Мэри Джейн давала колоссальное количество денег, не надо только недооценивать собираемые в Штатах деньги, которые продолжали собираться все время передаваться туда, хотя лучше бы больше. Что касается Раймонда Гуро, ну, я думаю, что его роль здесь с тобой преувеличена, но это мы с тобой отдельно поговорим за рюмой. Спасибо, Игорь, спасибо. Элиезер, у вас есть вопрос, пожалуйста. Были люди с правой стороны спектра, которые спасали евреев и оставались совершенно неизвестными. В Бенгрии был испанский комсул, который выдавал визы евреям, якобы происшедшим от тех, кто были изгнаны из Испании в 1492 году. Меня слышно? Да. Закон, разрешающий это, был отменен в 1930 году, но Министерство иностранных дел Испании, то есть сам Франко, знали об этом нарушении консулам и не мешали ему. Затем, когда пришло власть правительства Салаши, Франко разорвал с ним его фалматические отношения и консул был отправлен в Швейцарию. И появился человек по фамилии Терман Итальянский бизнесмен в прошлом член фашистской партии, которому консул оставил ключи печати, бланки и он продолжал выдавать визы от имени испанского консула, следом испанского консула и, конечно же, следом Франксула. То есть вот эти люди остались тоже совершенно неизвестными после войны. Только незадолго до смерти Перласко стал правиком народного мира, а консул уже после его смерти. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Это интересно. И, разумеется, эта тема тоже трудно исчерпаема. Я не хотел бы сейчас в нее уходить. Я только, знаете, что хотел бы? Эвелина. Да. Есть еще три минуты или уж хватит? У нас есть еще на все десять минут. Да? Вот тогда я отсюда три минуты займу. Пожалуйста. Потому что я думаю, что я вас многим удивил сегодня. Да. Вот сейчас я вас удивлю еще больше. Как я сказал, Фрай работал, сотрудничал с редакцией еженедельника New Republic. что здесь поминается, чтобы не прерываться по ходу? Здесь упоминается Эйрлих и Альтер. Два польских еврея, которые попали, которые убежали от немцев в Советский Союз, сумели пересечь эту границу, мало доступную, труднодоступную на самом деле. Они были и один, и другой арестованы и оба в разные времена расстреляны. Так вот. Так вот. В апреле 45-го года Фрай пишет письмо в редакцию New Republic. Сэр, в последнее время я постоянно возвращаюсь к вопросу о том, должен ли я по-прежнему сотрудничать с вашим журналом. Давно уже ни для кого не секрет, что между нами накопились серьезные расхождения в оценке международного положения. Наверное, поэтому вы уже давно не заказываете мне статей. С другой стороны, я не оставляю надежду на то, что может быть политика издания перемирится, и я смогу его поддерживать с чистой совестью. Настало время определиться. Хотя публиковаться в журнале и числиться в его редакции не означает соглашаться с его направлением, многие читатели считают именно так. Поэтому я прошу вас вычеркнуть мое имя из состава редакции. Последней каплей стала публикация редакционной статьи в выпуске от 2 апреля под заглавием «Война и политика». По-моему, это не просто вздор, а злонамеренное искажение истины в духе Дэльи Вэгер. Публично заявлять, что главная опасность для мира исходит от мелких стран, писать, что польское правительство в изгнании состоит из реакционеров и обвинять их, а не Россию в бедственном положении польского народа и государства, винить Великобританию и США в вопиющем злоупотреблении и властью, храня глухое молчание о куда более вопиющем злоупотреблениях властью со стороны Советского Союза, с меня достаточно. Меня, попросту говоря, тошнит. Я просто нормальный американец, пока еще не приобрел целиком с крючком, леской и поплавком идущее из Москвы вранье. Прочтая эту статью, я думал, что не удержусь и все вымлюю. Совсем недавно я радовался, что вхожу в редакцию Нью-Репаблик, считал это для себя предметом гордости, знал, что каждую неделю мы отвоевываем больше свободы и больше человеческого достоинства. Но это было тогда, когда никого и ничего не боясь, мы выступали с протестом против убийства Эрлиха и Албера и поднимали голос в осуждении любой несправедливости, где бы она ни происходила. Как давно это было? Сегодня вы не смеете даже намекнуть на безнаказанное и наглое попрание равенства человечности и справедливости, если в том виновна Россия. Бесстыдное оправдание преступлений тоталитарного режима и полный отказ от правды несовместимы с моим пониманием свободной журналистики. Да попросту честной журналистики, если на то пошло. Я не хочу, чтобы мое имя связывали с чем-либо подобным, ни словом и ни намеком. Когда-нибудь, я надеюсь, Нью-Репаблик вновь будет как когда-то защищать свободу и правду. Когда это произойдет, я с радостью присоединюсь заново. Сейчас я вынужден просить вас убрать мое имя с титульного листа. Я буду признателен, если вы в следующем же номере опубликуете это мое письмо, дабы никто из читателей даже по случайной ошибке не подумал, будто я по-прежнему вхожу в вашу редакцию. Вариант Фред. Блестящее вот поведение. Спасибо. Тем не менее, Нью-Репаблик был одной из самых крупных защитников евреев при создании государства Израиля. Вот так это все перекручивается. Да, конечно. Но Советский Союз тоже поддерживал создание государства Израиля. Так же, как Советский Союз, Андрей Андреевич Громыко, так же, между прочим, как Кордалл-Халл. Да, но Нью-Репаблик 1946-1947 год. Ну, а Корея это другой разговор. Окей. Намотаем на ус, что нам нужна еще одна тема. Саша Колотов, это ваш огород на будущее. Поговорим. Хорошо. Саша Казаков, пожалуйста. У меня вопрос, который частично, на который вы частично ответили, но с другой стороны, только вот этим самым письмом. Но с другой стороны, он все равно сохраняется. Я понимаю, что немцы опубликовали нашу книгу или книгу о авторе, о герое, но ваше замечание о том, что они сделали это очевидно с чувства вины, сохраняющегося чувства вины. Ну, может быть, может быть, и слава Богу, что есть чувства вины. Я просто не знаю, честно говоря, было ли в Америке государственное или какое-либо другое признание чувства вины после окончания войны. Вот действительно не знаю. И не знаете ли вы? Вопрос к Юдовичу. Он у нас специалист по американской истории и политике. Игорь? Или или Саша Бархавин, или Игорь? Очень серьезный вопрос. Это сложная тема, и за минуту не ответишь. И требует подготовки. Трумэн играл огромную роль в признании государства Израиля. Не меньше, чем до этого громыха, и, может быть, и больше. Так что, если даже Америка нужна в каком-то извинении, это было сделано действием Трумэна, который действовал против своего государственного деградаря Джорджа Маршалла, который выступал против признания Израиля. Против признания Израиля. Израиля – это еще не ответный вопрос о том, что происходило в течение мировой войны, и что делали американцы, и как вели себя, как вел себя мир, и американцы в том числе. Признали ли они свои ошибки, и чувствуют ли они свою вину за это? Саш, я думаю, в том виде, в котором Канада признала свои ошибки по отношению к First Nations в этом году, и Ватикан извинился, в этом виде, я думаю, Америка не признавала своих ошибок. Может быть, это еще в будущем. Спасибо, что вы подняли эту тему. Герман, вам слово. Последнее обсуждение было очень интересным, и это действительно огромная тема. Александр, к вам вопрос конкретный. Я уже понял, что, по-видимому, есть ответ, и вы уже частично ответили. Прай, он сознавал после своего возвращения, что официальная политика Америка по отношению к беженцам-евреев была просто, ну, так мягко говоря, неподобающей. Да, разумеется. Времени не осталось, а то я вам еще кусочек на эту тему. Спасибо большое. Спасибо за лекцию, спасибо за поднятые вопросы. И это действительно замечательный человек. Вот это я действительно могу сказать. Герман, а мне нравится, что вы говорите спасибо. Это к нашей частной переписке. Спасибо вам, Герман. Миша, Миша Рай. Саша, спасибо огромное. Ну, я один из тех людей, которым ты рассказал про Фрая. Я тогда еще прочел его книжку по-английски, и всем остальным хочу сказать, что перевод совершенно аутентичный. Так что вы слушали здесь голос настоящего Фрая. Значит, у меня очень быстрый вопрос. В предисловии своей книжки Фрай называет четыре основные причины, из-за которых он туда поехал. Он говорит, первая причина, защищает демократию, я очень кратко формулирую. Вторая причина, что вот он знал Сейхтлангера, знал Лепшица. Третья причина, и он пишет, что она главная, потому что он симпатизировал немецким и австрийским социалистам. И последнее, то, что он сочувствовал всем Ульянам. Значит, я правильно понимаю, что это он так и думал, что он как писал, так и думал. Это мой первый вопрос. А черт его знает. А, хорошо. Вот, 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 начинается. Мишенька, извини, пожалуйста, я тебе сразу отвечу по поводу третьего пункта. Ты не совсем, не совсем полно процитировал. Да, конечно, я, да. Нет, нет, ты опустим важное. Он пишет там в этом предисловии о том, что он сочувствовал, несмотря на расхождение в идеях, пишет он. Да, он сочувствует немецким, там, австритическим социалистам, немецким в основном, особенно после того, как он посмотрел на жилищные проекты для рабочих кварталов, которые там были реализованы. Желающие могут покопаться, и тоже это произведет большое впечатление. Это, это, я думаю, была реальная, очень реальная причина. А все остальное? Только на самом деле первая причина, она и есть главная. Ты так думаешь, да? Знаешь что, это вот такое, такое поле минное, куда не ступишь, везде из-под ноги гейзер, и нетривиальное дальнейшее обсуждение. Давай потом, мне жалко, мне неловко говорить это в присутствии остальных, давай, мол, с тобой лично. Я с кем угодно готов. И обговаривать, и обсуждать. Второй момент, который я хотел тоже очень быстро буквально его коснуться. Значит, Фрай приезжает со списком из двухсот человек, правильно? Он ездит за конкретными людьми. Он как вот донор у Мата. Второй мой вопрос, вернее, впечатление, что он приезжает с неким списком, начинает искать конкретных людей, выбирает свой список. Ему в рамках этого списка делать больше нечего. И тогда он переходит на всех остальных странствующих. У него, во-первых, ему не всех пришлось выбирать из этого списка. Там же просто он пишет, перечисляет сходу так, розчерком пера полтора десятка человек, которых уже нет в живых, и еще сколько-то, о которых невозможно получить сведения. он приезжает со словами не в этой книжке. Так, еще гейзер из подступившей ноги. Он в другом месте пишет о том, что он не мог больше чувствовать себя спокойно, посмотрев с высоты своего третьего этажа отеля «Сплендит» на суету и коловращение беженцев, которым некуда деваться в городе Марсель. То есть он очень быстро это ощутил. Мгновенно. Ой. Вот это ты ответил на вопрос. Спасибо большое. Прекрасно. Значит, я должна сказать всем, что мне еще ввести следующий зум, и мы немножко поджимаем. Но, Серж, можно в одну минуту уложиться вопросом? Конечно. Давайте, Серж. Не надо. Говори, да. Каташ. Во-первых, великолепная презентация, которую за годы я не слышала, такого знания предмета и такой презентации. Кроме того, хочу сказать, что вариан, это значит переменчивый. И человек, несмотря на такое имя, как, что говорится, в газетах советских писали, проявил редкую твердость. Такие личности, хорошо, что находится кто-то, как вы, который к ним таким образом отнесся. Интереснейший вечер, и Эвелина, гений, что пригласил. Ой, нет, Эвелина тут ни при чем. На самом деле, это 239-я школа, все друзья, начиная с Саймона Литвина. Саймон Литвин, Миша Райс. Вот все вы, это вы порезвали. Не забудьте девочек рождественских и Доди Караскина. Там были или Глета Сашу, многих еще. Так или иначе, школа наша замечательная, и Саша один из блистательных ее представителей. Наталья, Наталья, а мне показалось, или вы назвали меня на вы? Да, на вы. Я, поскольку девушка вежливая, еще я все же рядом с мужем, стараюсь их на вы. Все, все, все. Это меняет дело. Хорошо, Наташа, в таком оплава я вас еще не знала. Хаим, пожалуйста. Я читал еще о многих других, которые спасали евреев. Их было довольно много. но это абсолютно такая беспрецедентная помощь евреям, которая сравнима только, по-моему, с Раулем Валенберг. Валенберг, да. И Валенберг по количеству виз, которые он выдал, наверное, превосходит Вариана Фрая, но он не был под прессом Госдепартамента. Так что ему в этом смысле было легче. Но большое спасибо за все. Мне очень понравилось. Пока Саша как бы говорил, рассказывал, я специально посмотрела имена. И меня очень заволновало, что помимо вот таких выдающихся литераторов вообще, так сказать, есть очень много людей связанных с изобразительным искусством. Это Жан, я просто назову их, потому что мне кажется важно, чтобы эти имена прозвучали. Это Жан Арт, скульптор, художник, ну, поэт, Жак Липшиц, Марсель Дюшан, кого я еще нашла, и выдающийся немецкий, он дадаист, сюрреалист, экспрессионист Макс Энст. В общем, это я никогда об этом не знала. И огромная благодарность Саше, потому что на меня очень сильное впечатление своего рассказа. Спасибо, Таня, Саша Колотов. Вам огромная благодарность от всех, от нас, и то, что все пришли на такую тему, это говорит о важности этой темы, и вы осветили ее замечательно. Спасибо большое, и до следующего раза нам всем мира, вам покоя в Израиле. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...